Власти Соединенных Штатов Америки арестовали гражданина Мексики Эктора Алехандро Кабрера Фуэнтеса. Его обвиняют в попытке шпионажа в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Хочу сказать, что он является на самом деле очень выдающимся, талантливым молодым ученым. Ему 35 лет сейчас примерно, и у него индекс Хирша 15, и 52 публикации в базе данных с Копус. Буквально несколько дней назад мы с ним обсуждали совместную статью, которую нас попросили написать в редакцию хорошего очень журнала, Францирсу Фармакологи, это Эдитерал, то есть редакторская статья. Мы сделали с ним спецвыпуск, где были редакторы оба. Фуэнтес является старшим научным сотрудником Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Мексиканец специализируется на молекулярной биологии, фармакологии и фармакотерапии. В 2014 году Кабрера получил грант на международную стажировку в Германии. После успешной защиты он уехал в Сингапур, где остался на постоянную работу. Они вместе с профессором из Гитсена разработали даже препарат, который мог бы быть внедрен, который позволяет пациента с зафиксированным инфарктом или инсультом довести до больницы. Там очень важно первое время. Как сообщают зарубежные СМИ, Фуэнтес был завербован российским чиновником, чье имя пока не разглашается. Ученый был задержан в аэропорту Майами за фото номера машины высокопоставленного чиновника США. Информация об этом крайне противоречивая, однако отдаленно напоминающая история с Марией Бутиной. Напомним, Мария Бутина гражданка России, которая также была арестована властями США за подозрения в шпионаже и за общение с высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов. С июля 2018 года по ноябрь 2019 Бутина находилась в заключении. После этого она смогла вернуться домой. США, он и партнеры из Германии и Англии, они организовывали как раз четвертый международный кардиологический конгресс, где Кабреро выступал, и чисто научные знания, я его оцениваю очень высоко, и кроме того, он всегда активно помогал нашим студентам. То есть вот на эту научную тему мы всегда общались, и кроме этого я его знаю как надежного совершенно партнера. К слову, судебный процесс над ученым назначен уже на 3 марта. О том, как сложится судьба Фуэндоса, пока никому неизвестно. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.